Подобную акцию проводят впервые. Стационарные пункты обогрева работают во всех общественных приемных партий регионов. Мобильные располагаются в местах массового скопления людей. Всего в области 38 передвижных пунктов. В Донецке 9 микроавтобусов ездят из района в район. В основном стоят возле автобусных остановок. Волонтеры говорят, именно там больше всего замерзших. Решили помочь людям, те, которые стоят долго на остановочках, холодно, потому что температура у нас сейчас за минусом, и минус 22 градуса, поэтому хоть чай, хоть такое теплое окружение наше может предоставить радость тем проходящим, которые проходят. Мобильные пункты обогрева работают в две смены. Первая с 8 до 11 утра, вторая с 4 до 8 вечера. Людям предлагают согреться в салоне автомобиля, выпить стакан чая или кофе. Горожане отмечают, такие предложения приходятся кстати. Такая забота просто неожиданна для нас, что кто-то о нас еще думает. Я очень замерзала. Угостили чаем, подарили листовку. Чаек очень хорошо помог. Потому что пока дождется автобус от троллейбуса, на остановках очень холодно, есть возможность где-то обогреться, согреться. Активисты также раздают людям листовки, в которых разъясняют, как уберечь здоровье во время сильных морозов. В каждом пункте обогрева работают несколько волонтеров. В случае необходимости могут оказать первую медицинскую помощь. Сегодня на улице очень холодно, поэтому мы переживаем, как наши граждане, жители области, сегодня добираются на свои рабочие места, приезжают домой. Поэтому организовали совместно со всеми городскими районными партийными организациями пункты обогрева. Организаторы акции говорят, погреться в передвижных пунктах все желающие смогут в среду, четверг и пятницу. Если погода не изменится, работу продолжат и на следующей неделе. Анастасия Волкова, Панорама.